Перед началом призывной кампании состоялись инструктивно-методические сборы с членами призывных комиссий Лобинского и Мостовского районов. Обсудили там порядок предстоящей работы. Прежде чем вступить в ряды защитников Родины, будущие солдаты преодолевают несколько этапов отбора. Сначала призывники проходят общий инструктаж, затем работа в классе группового обследования. С помощью различных методик специалисты выявляют людей, склонных, например, к суициду или другой психологической проблеме. После с юношами проводятся индивидуальные беседы, где узнают отношение будущих солдат к военной службе, переверяют наличие всех необходимых документов. У тебя есть желание служить? Конечно есть, куда же без него. Почему? Ну, армия – это перспектива в жизни. Далее медицинское обследование. Призывника осматривают около десятка врачей, после чего главный врач выносит категорию годности. По итогам всех пройденных этапов призывная комиссия выносит окончательное решение об освобождении от призыва или готовности к службе. Указ президента от 29 сентября, 1309, определяет порядок проведения осеннего призыва. Называется он «О призыве в октябре-декабре 2019 года граждан РФ на военную службу и об увольнении граждан с военной службы, подходящих военной службы по призыву». В соответствии с этим указом призыва на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, не имеющие права на освобождение от воинской обязанности или призыва на военную службу и не имеющие права на отсрочки от призыва. «Особенностей никаких нет, все идет в соответствии с ранее принятыми законами. Дополнений и изменений в этих законах никаких не было. По порядку предоставления отсрочек по социальному статусу, по обучению, оно все также в таком же плане. Эти вопросы можно задавать непосредственно, прибыв ко мне на прием или по телефону 30502». Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.